Боязнь врачей. Иногда можно встретить, что родители объясняют неврастеничное, крикливо-слезливое поведение чада страхом врачей. Впрочем, также и страхи чужих дядей, тетей, других детей. Припоминая, например, как другое чадо ударил игрушкой по лицу, и вот именно с тех пор никого к себе близко не подпускает. Конечно же, это ерунда. Иначе все дети бы себя так вели, которых кто-либо когда-либо бил, в частности, по лицу. К врачу, как и к любому другому специалисту, мы обращаемся за помощью. И специалист в рамках своих компетенций оказывает эту помощь, то есть помогает. Мы же не боимся этой помощи, а вовсе даже наоборот желаем. Даже если это касается болезненных манипуляций, лучше убрать воспаленный аппендикс, чем умереть. Лучше потерпеть уколы, чем умереть от сепсиса после пневмонии. Не правда ли? При астепатическом приеме еще наглядней. Задача врача – убрать напряжение из тела, то есть расслабить. Вообще-то, это приятное времяпрепровождение. Поэтому, если дитя криком кричит, плачет, что-то здесь сильно не так. Конечно, в первую очередь важно состояние родителей. Иногда я здесь встречаю прямо трагикомичные случаи. Например, у дитя запоры до 3-4 дней, далее следует клизма. Два сеанса с незначительной динамикой. В моей практике это что-то из ряда вон выходящее. Я что-то пытаюсь объяснить о стрессе, спастике. И в ответ – нет-нет, у нас дома все в порядке. После третьего сеанса, наконец-то, 2 недели стул, 2 раза в день. И затем опять запоры до 3 дней. На вопрос – что случилось? Ответ – все как обычно. Тогда объясняю. Может быть, не обратили внимания, забыли. Обычно в течение сеанса вспоминается. И после сеанса, 2 недели назад, замерла беременность, и была чистка. И слезы. Непринятая, непрожитая трагедия, которую вспоминать не хочется. А она осела напряжением в теле, в эмоциях. А чада лишь отражала эту ситуацию. Прием врача-остеопата отличается от приема обычных врачей. Почему? Потому что врач-остеопат, сонастроившись с любовью, ну, по крайней мере, так должно быть, прикасается к напряжению в теле, соматической дисфункции. И прикасаясь к напряженному участку в головном мозге, который управляет этим участком тела, напоминает о непережитом стрессе, застрявшем в системе в виде напряжения. Как легко догадаться, это неприятные ощущения. Поэтому дети, особенно первых двух-трех лет жизни, могут плакать еще до сеанса. Лечебный процесс, то есть сопоставление гармонии с дисгармонией, уже начался. И хорошо бы отставить сюсюканье и дать чаду спокойно поработать. Даже если это проявляется беспокойным поведением. Я бы даже добавил, особенно если поведение беспокойное. Как правило, в течение сеанса чадо успокаивается. Может даже заснуть. Опять же, сильно зависит от настроя родителей. И как минимум, после сеанса можно увидеть расслабившееся тело, увеличение подвижности ребер, позвонков, костей черепа, внутренних органов, даже если дитя продолжает плакать. Иногда, теперь весьма редко в моей практике, некоторые родители берут на руки плачущее дитя со словами «Обидели мое сокровище!» Какие плохие родители не пожалели! Вы приходите на прием, чтобы обидели чадо? Или закрепить установку, что родители плохие? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...